Всем привет! Экшн-камера — это на голову, на велосипед и под водой, а также очень хорошо для видеоблога. Сегодня мы сравним две топовых камеры. Это GoPro Hero 4 Black Edition и Xiaomi второй модели в формате 4K. Почему не стоит брать Xiaomi? Или, может быть, наоборот? Смотрите прямо сейчас в честном обзоре. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Евгений Донец, и сегодня мы будем сравнивать Xiaomi 4K с именно Black Edition. Потому что в модели Silver, хотя имеется дисплей, но нет полноценного 4K формата. А в модели Black Edition имеется все то же самое, что в модели Xiaomi 4K. GoPro Hero 4 Black Edition превосходит Xiaomi по ряду характеристик. Здесь больше настроечек, здесь тоньше можно докопаться до картинки, вытянуть ее. Эта камера более профессиональная. Здесь камера предназначена, скорее всего, для любителей. Она проще в эксплуатации. У нее очень понятная интуитивная навигация. GoPro бесила меня полгода, пока я полностью к ней адаптировался. Здесь все очень легко и понятно. Высокого качества звук, что самое важное. И на сегодня я бы, наверное, мог смело посоветовать своим друзьям брать Xiaomi 4K. Потому что она убийца GoPro. Основное разрешение, на которое способна эта камера 4K 25 кадров в секунду. А если переключить систему кодирования из PAL в NTSC, вы получаете на выходе 4K с частотой 30 кадров в секунду. То есть картинка очень плавная. Давайте посмотрим другие режимы. 4K ультра. Вот, пожалуйста, 25 кадров в секунду. Дальше идет странный формат 2,5K. Он для чего нужен? Что если вы планируете в конечном итоге получить фильм в формате Full HD, то 2,5K удобен для постпродакшен, а также экономит энергию, поскольку это вам не 4K. Разрешение, которое никому не требуется, 1440. Основной формат видео на сегодня это Full HD с частотой 50 кадров в секунду. Но большинство использует всего лишь 25, потому что этого вполне достаточно. Это как бы такой киношный формат. При нем получается движение, и картинка как бы более дорогая, что ли. А если использовать 50 кадров в секунду, то это уже напоминает некий телеспектакль, снятый на древнюю камеру. Но иногда, конечно, оно нужно. Что же касается формата HD 720, вы скажете, что он бесполезен. Тем не менее, его встраивают в новые камеры. Только лишь для того, чтобы увеличить частоту кадров в этом формате. Вы можете использовать 200 кадров в секунду в режиме HD 720, то есть режим первого поколения HD. Это все равно HD видео, достаточно высокой четкости. И раньше нам это казалось пределом мечтаний. Если вы снимаете Full HD с частотой 100 кадров в секунду, то сможете замедлить картинку в 4 раза. И получите 25 кадров в секунду плавного движения. А если у вас есть 200 кадров в секунду в наличии, вы сможете замедлить без потери качества плавности картинки, 8 раз. И получите очень медленно падающую каплю воды, разбивающуюся об асфальт. А все остальные режимы, они как бы уже ни к чему. Я не понимаю, куда может пригодиться формат 480, поскольку этот формат устаревший. Здесь имеется несколько углов записи картинки. Это Narrow, когда один к одному, как на обычной камере. Есть Wide, это широкий угол. Есть Ultra Wide, сверхширокий угол. И есть Medium, ну то есть какая-то средняя величина. Здесь есть Full HD и Ultra Full HD, что тоже влияет на угол. Получается, здесь возможностей как бы побольше. Можно использовать этот самый угол обзора в качестве зума. Тогда мы ставим угол записи Narrow, и картинка как бы приближается без потери качества. При 50 кадрах в секунду, и никак не больше, только при обычном Full HD, работает Electronic Image Stabilization. То есть стабилизация картинки электронная. Причем она очень хорошая. Не 50 кадров в секунду, а, например, 100. И что мы увидим? Что Auto Low Light также работает, а вот автоматическая стабилизация уже не работает при такой частоте кадров. Конечно, широкий угол камеры сглаживает дрожание картинки. Однако у некоторых руки трясутся настолько, что получается брак по видео, и это нигде нельзя использовать. Картинка очень неприятная, все трясется, отвратительно. Здесь используется стабилизация. И пусть она электронная, ну то есть цифровая, на качестве картинки особо не отражается, а мелкие дрожания мы уже не увидим. Это очень важно для любого блогера. Давайте посмотрим, что мы имеем в настройках. Здесь имеется автоустранение эффекта рыбьего глаза. Но вы должны понимать, что когда мы это включаем, автоматически края картинки обрезаются. То есть она становится более увеличенной, более приближенной. Ну, этот эффект, конечно же, влияет на качество в сторону ухудшения. Поэтому я бы оставил на экшн-камере все-таки выключенной эффект исправления рыбьего глаза. Видео плюс фото. Этот режим всем известен, он очень удобен. Например, вы на отдыхе и снимаете видеоблог о своем путешествии. Камера автоматически делает в какой-то период фотографию и сохраняет ее на карту. Сказать по-честному, так Xiaomi весит чуть-чуть побольше, чем GoPro 4. Возможно, здесь больше начинки, но это субъективно. Самые главные характеристики. Давайте посмотрим на управление воспроизведением. Здесь очень легко все листается, быстро срабатывает. Это мы сейчас переключаемся между видео. Качество дисплейчика очень сильно радует, как и качество звука. Действительно очень удобно. Давайте взглянем. Вот я могу регулировать громкость. Ну, здорово, да? Согласитесь, удобно. Пошла съемочка. Я тестирую камеру. В руках у меня GoPro для сравнения. Если смотреть камеру GoPro, то можно увидеть, что здесь дисплей только покупной. Я докупал его за 7000 рублей. Согласитесь, недешево. Это вот такая вот штучка. Обычный дисплей на самом деле. Ну, вот, примерно такой толщины. И я думаю, что вы все уже, наверное, догадались, что при этом увеличивается толщина самой камеры в сравнении с той же самой Xiaomi. Да, и это крайне неудобно. У GoPro очень слабенькая автономность. Если подключить дисплей, включить модуль Wi-Fi, то она садится примерно за 20 минут. Это слишком быстро. Тем более в формате 4K. Что же касается Xiaomi, то здесь великолепная автономность. Мы не выключаем дисплей вообще никогда. Wi-Fi может работать. И тем не менее, ее хватит почти на 2 часа. Вот это я понимаю. Давайте сравнивать качество дисплея в GoPro и Xiaomi. Даже отсюда, наверное, видно, что пиксели на GoPro гораздо большего размера и смотрятся очень и очень неказисто. Все как-то мерцает. Мне совершенно не нравится картинка у этого дисплея. Она совсем прямо, ну, лайтовая. Кнопочка записи и питания на Xiaomi мне нравится больше, потому что она щелкает. И я ее чувствую. То есть физически она приятнее нажимается. В то время как на GoPro мы как бы не ощущаем. То ли нажал, то ли не нажал. Просто давишь сильнее, чтобы уже наверняка. Оценить цветопередачу. Ответственный момент, друзья. Почему раньше китайские аналоги GoPro не слишком-то уважали? Да потому что картинка-то ничего, а звук-то ни о чем. В данной модели постарались китайцы. Сделали качественное звук. Два микрофона, стереозвук. Чем не может похвастаться GoPro Hero 4 Black Edition. У нее как бы две дырочки, да? Но звук моно при этом, понимаете? Это немножко разочаровывает. Ребята, это реклама чего? Ростовых кукол? Нет. А, просто? Это не реклама. Это аниматоры? Почти. Зарабатывают? Нет. Просто? Да. Прикольно. Кстати, для того, чтобы попробовать экшн-камеру, совершенно не обязательно ее покупать. Можно взять в прокат у моих друзей в магазине Shoot&Joy. Это в Москве. А если вы не из Москвы, тогда можно купить в любом городе России. Вам отправят ее по почте. Самое главное, когда вы звоните, назовите промокод Евгений Донец и отношение к вам будет потрясающе дружеским. Ссылка находится в описании. Обращайтесь. Так, ночной режим проверяем. 4К это достаточно плотный формат, поэтому для вашей камеры потребуется специальная очень быстрая карточка. Вроде бы они все 10 серии, однако там еще разделяется на несколько категорий. 1, 2, 3. Я не специалист по флеш-памяти, поэтому ориентируйтесь на скорость и цену. Карточка для формата записи в 4К стоит примерно в 2 раза дороже. То есть в районе 5000 рублей. Зато не будет багов. Иначе вы будете получать регулярные сбои при записи, ошибку файла или просто кубики на экране. То есть картинка сыпется. То же самое касается и этой камеры, ведь они обе снимают в одном формате, который по плотности, ну то есть по токовости примерно одинаков. Друзья, подводя итоги, могу сказать, что Xiaomi 4K закрывает GoPro по многим параметрам. Она дешевле, конечно, но не такая уж и дешевая. 250 баксов. При этом продается голая. То есть придется докупать аквабокс и прочие аксессуары. Здесь имеется аквабокс в комплекте и кое-какие аксессуары тоже. Да и под нее вообще все везде продается очень легко и доступно. Поэтому могу сказать, что здесь камера для любителей, но очень классная. На самом деле супер. А здесь камера для профессионалов. Если вы снимаете видеоролики, в сериалах где-то, может быть в телепередачах. Я вам скажу, что на телевидении очень часто используют GoPro в качестве подсъемки каких-то сюжетов. Поэтому решайте сами. Если вы профессионал, я бы взял GoPro. Тем более, что вышла уже пятая модель, в которой есть стабилизация и есть встроенный дисплей. Имейте это в виду. А здесь мы получаем какой-то аналог GoPro Hero 4 Black Edition, который будет актуален, ну еще года два как минимум. Поэтому экономьте деньги, разбирайтесь в своих желаниях. Если вам нужна красивая картинка, если вам нужна невысокая цена, если вам нужна достойная камера, по-настоящему снимающая 4К, реальные 4К без интерполяции, то здесь вы точно угадаете. Желаю вам всего доброго, хорошего настроения, удачи. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк. И на этом все. Меня зовут Евгений Донец. Пока. Недавно я занялся новой нишей, называется VideoMaster24.ru. Посмотрите, пожалуйста, оцените сайт. В общем, я делаю продающие видеоролики для малого бизнеса и для большого бизнеса тоже. Они сняты как бы в формате хоум-видео, и поэтому вызывают доверие. Сами понимаете, что сейчас очень много телевизионной рекламы, люди от нее устали, никто не верит такому формату. А я снимаю так, что верят, потому что все офферы, ну то есть акценты, расставлены правильно и грамотно. Поэтому посмотрите, ладно? Пока. Я Дигиди Джонни, сижу на балконе, немного сифонит. Эй, парнишка или девчонка, подпишись на канал и поставь лайк. Не пропусти новые видео, будет жарче и круче. Твой Донец. Здесь нужно добавить ключевую фразу. Это Питер, детка. Это моя добыча! Решил залезть на балкон и постоять на нем, хотя это совершенно запрещено. Мне 36, мне 36, и у меня все впереди. Реально бомж, он элементарно... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова